Для того, чтобы подключить Appium к приложению, нам нужно будет узнать некоторые его параметры. Для этого откроем терминал и запустим эмулятор или реальное устройство с открытым на нем приложением. В терминале набираем adb-devices и убеждаемся, что наше устройство подключено к ADB. После этого набираем adb-shell-pm-list-packages. Так мы получим список пакетов всех приложений, которые установлены на нашем устройстве. Он может быть достаточно объемный даже для эмулятора, поэтому здесь перенаправим его выдачу в команду grep и напишем wiki. Вот у нас появился пакет org.wikipedia и давайте занесем его в какой-нибудь файл. Запишем. После этого наберем еще одну команду adb-shell-dump-sys-window-windows. И перенаправим ее выдачу в какой-нибудь файл, например, на рабочем столе. Давайте назовем его activity.txt. Уточню, что в этот момент ваше приложение должно быть запущено и открыт его первый экран, потому что эта команда выдает именно активность на открытом экране приложения. Получим нужный файл. Откроем его. Здесь мы увидим достаточно много данных. И здесь нам пригодится то самое имя пакета. Давайте поищем по нему. И вот мы находим org.wikipedia. Дальше org.wikipedia.main.activity. Эти данные также запишем в отдельный файл. Они нам потребуются в дальнейшем для того, чтобы подключить Appium к нашему приложению. Закроем текстовый файл. Теперь откроем Appium. Запустим сервер. После этого нажмем кнопку Start Inspector Session. И здесь нам нужно прописать различные capabilities для того, чтобы Appium мог подключиться к нашему приложению. Сами capabilities мы рассмотрим подробнее чуть позже. Здесь же наберем только некоторые. Platform.name. У нас будет Android. Рядом вы видите представление этих capabilities в формате JSON, что потом пригодится нам для работы в IDE. Добавим еще одну. Device.name. Здесь впишем Android.test.device. Для Android в целом это имя не важно, а вот для iOS это очень важный параметр. И в дальнейшем нужно обязательно указывать именно тот девайс, который открыт. Следующая capability. Platform.version. В данном случае у нас это будет 6.0.0. В дальнейшем мы можем использовать другой эмулятор. И также нужно писать его версию. Здесь версия эмулятора указана сверху. Здесь пишем 6.0. Следующий параметр, который мы напишем. App.package. И это именно то имя пакета, которое мы искали. Org.wikipedia. И еще один параметр. App.activity. Та activity, к которой мы будем цепляться. И в данном случае это будет точка main.mainactivity. То есть сначала у нас идет имя пакета, его указывать не обязательно. А после этого уже mainactivity для этого пакета. И теперь мы можем нажать кнопку Start Session. Как видим, у нас начинает работать App. Он открыл наше приложение. И подключился к нему при помощи собственного инспектора. Это означает, что все capabilities были указаны верно. И значит их можно переносить и в наше IDE. На этом мы заканчиваем текущее занятие и переходим к следующему. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. А если вы хотите узнать больше о мобильном тестировании, приходите на тренинг «Автоматизация мобильных приложений». Тренинг дает все необходимые инструменты для работы в этой новой и перспективной отрасли. Записаться на тренинг вы можете по ссылке на экране и в описании к видео.